Так, надо написать новую песенку. Сегодня в тренде вот такой звук. Сейчас мы его забубеним. Фиолетовая пудра в ней и ты и я. Мне бы было скучно это слушать. Потому что Макс Корс настоящий. И вот у Адиси прыгнуть там на пол. Он пишет тексты, потому что ему дано. А ты там мудак какой-то. Ты новая зала, с нами белый день. И это достало уже. Если тебе будет грустно. Блин, параша говно. Дорогие друзья, всем большой привет. Хижина музыканта в гостях у канала Гитара с нуля. У Романа. Сегодня мы продолжим наш кавер батл. Как вы помните, у нас есть выпуск большой. С разными гитарными блогерами ютуба. Я хочу снять вот вторую часть чисто с Романом. Что мы делаем сегодня? Я снова, так как специализируюсь на современных песнях, буду исполнять довольно новые песни. Роман будет исполнять старые песни. Я, допустим, исполнил и привожу плюсы этой песни. Почему именно ее стоит разучить? А ты можешь оппонировать и сказать, что тебе здесь не нравится. И почему эту песню, может, не стоит исполнять. Я исполню коржа «Горы по коленам». Время без забуд, вспоминай июль, тринадцатый год. Дикая поездка, южный берег закон. Мы по серпантину нарезаем, как кони, не слышишь? Время без забуд, среди белых скал наш секретный порог. И вот у Одессы прыгну там на дно. Со скалы надухой набираю разгонки. Волны по коленам, волны по коленам, волны по коленам. Закрутил и упал. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по коленам, волны по коленам. Могут и свалить, удержи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Такой вот кусочек. Ну, что я могу сказать по поводу данной песни? Здесь не три аккорда. Получается раз, два, три, четыре. Но это удар ниже пояса. Ну, потому что корж – это крутая тема. Против него тяжело. Коржа я полюбил настолько, что мне против тяжело высказываться. Можно вначале отнести к минусам его, типа, жумания, текста, вот это современное, к которому, когда привыкаешь, понимаешь, что это такая фишка, что без неё... Ну, короче, это жир, это кайф. Кроме того, если мы выступаем в общем за современную музыку и за старую музыку, то современная музыка, она как раз мне не нравится тем, что в основном идёт дословная какая-то вещь. Ну, то есть, я вышел туда, пошёл, знаешь, вот как в рэпе и всё. Корж, песню, которую ты сейчас спел, это, в принципе, продолжение по смыслу рокового смысла, потому что есть философская «Don't very be happy», и ещё она красиво мелодически, как современная песня. Она выигрывает у старых многих песен, потому что сегодня мелодика выходит на первый план, и мне тут почти нечем бить. Ну, я понял, в тех старых песнях больше метафоричность и свободы оставляет автор, чтобы человек сам додумал, и в каждый момент своей жизни он там в этой песне находит что-то особенное, определённое, и каждый раз меняется. В данном случае здесь у нас прямо каждая строчка – это какой-то определённый смысл конкретный. Тут чисто атмосферу сам додумываешь. Кто на каком этапе жизни находится, то и чувствует. Я в это время собирался в армию, мне было грустно, как раз-таки закончился институт, типа, подвожу какие-то итоги жизни, и как раз появилась данная песня. Что касается исполнения, довольно она непростая, как ты видишь. Есть и переборчик, и несколько видов боёв. То есть, рекомендовал бы я играть данную песню начинающим, ну, или тем, кто занимается, конечно, определённо, да. И, во-вторых, он качает. Если играть бой правильно и круто, это реально качает. И от этого я сам получаю удовольствие. Давай что-нибудь нормальное такое, прям конкретное, попсовое. Вот прям современное. Нелетто давай какой-нибудь. Разнести хочешь? Сейчас, сейчас, сейчас мы дадим джазу. А ну давай. В общем, сейчас исполню песню Нелетто и Рауф энд Файк. Новая песня, если тебе будет грустно. Ле-да, расскажи о том, что наболело. Под дождём бежал тебе с букетом. Оказалось, ты промокла с кем? Да, другим вам фэрол. Бежалый аромат её волос. Не зря игра с тобой. Думала ты, думала, что не заберу с собой. Ой, если тебе будет грустно. Приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто. Не забывай меня. Фиолетовая пудра в ней и ты и я. Жизнь такая, ждина. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ну и так далее. Прям сразу. В начале гармония. Прям, блин, параша говно. То есть, сожранная, миллион. Ты хотел любимым быть, но не знал, что голубь. Одинокий голубь на карнизе за окном. Смотрит на меня, студит за мной. То есть, миллиард сожранных, высранных, извиняюсь за выражение, одних и тех же этих гармоний. Ну, смысл опять, ты не со мной, я не с тобой. То есть, нормальная песня для дискотеки. Ну, или где-то там что-то легенькое, там, играет на день рождения, фоном все бухи пританцовывают. Такая музыка нужна? Да. Чтобы она звучала фоном. Танцевала. Ну, то есть, создавала настроение, продавала жвачки в рекламе. Я не знаю. Но играть ее под гитару... Сейчас я вам сыграю песню. Она меня трогает до глубины души. Где-то мы с тобой под дулом пистолет. Где-то... Какого пистолета? Где-то... Где? Ну, то есть, я не нахожу ничего в этой музыке. То есть, я не нахожу ничего нового. Я не слышу никаких мелодических мелодий. То есть, в вокале я не слышу ни одной ноты в неустойчивый интервал какой-то, знаешь. Ну, то есть, когда меня бы это чему-то научило. Я не вижу замедлений темпа каких-то. Ну, что-то. Да, не проще тогда взять фирмовую песню и, разобрав ее, просто вырасти за счет автора крутого. То есть, крутой автор. Если у тебя лежит сердце к этому автору, ну, песня нравится, то, конечно, лучше стоит что-нибудь такое исполнить. Но имеется же в виду здесь, если нет в оригинале гитары, то ты должен сам придумать, как она будет звучать. Ну, то есть, аккорды снимаешь или находишь. Ну, то есть, она может быть полезна тем, что человеку надо будет подумать, как без гитары сыграть по гитаре. Да, да, да. Так, моя очередь. Я тогда что-нибудь олдовое. Я буду, как бы, я тогда сыграю что-то из СОЯ, вот. Но не самые хиты, не те, которые распевают все, да, что-то такое. Песня без слов, ночь без сна. Все в свое время зима и весна, в каждой звезде свой небо кусок, к каждому морю дождя глоток. К каждому яблоку место упасть, к каждому мору возможность украсть, к каждой собаке бомбой и кости, к каждому волку особая злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня во виной. Ну, допустим. Минусы единственные в том, что такая манера мелодизма на сегодняшний день уже устарела. Ну, то есть, как дань того времени, это хорошо. И, в принципе, Цой, он понимал, что этого достаточно по мелодии, чтобы донести самое главное. Но сегодня песни с такими квадратными стихами, скажем так, да, это, ну, просто никому не надо. Это вот как бы единственный минус. Все остальные, если говорить, плюсы, то есть, в этих песнях есть смысл, есть такие вкрапления краски, которые, в общем, создают, понимаешь, мазки, которые создают весь холст. А близко смотришь просто мазок, понимаешь, то есть, строчки, которые создают жизнь. И более того, когда изучаешь эти песни, ты как бы умнеешь. Не в музыкальном плане. Но и в музыкальном плане ритмики, саму ритмику можно прокачать до такой степени, играя эти песни, что можно играть джаз, потом, что хочешь, можно играть. Именно в ритмическом плане не будет вообще никаких тормозов. Руки так отвяжутся, что охренеть. Я понял сейчас такую мысль, что данная песня больше подошла бы даже не старым людям или новым, имеется в виду, по возрасту, да, а по полу. Парни, скорее, будут больше вот это слушать, чем девушки, правильно? Они лет-то будут слушать девушки больше, чем парни. Кстати, это, наверное, ты прав. И тематика разная. Это вот песня сложная довольно, да, на жизненную тему. И ее я бы вот лично не стал бы там каждый день там играть. Потому что, во-первых, ее не просто исполнить. И не всегда есть настроение под эту песню. Ну, мы, наверное, сделали небольшую ошибочку. Нужно было не только сравнивать старые песни с новыми, но еще и брать похожую тематику. У Цоя тоже есть песни про любовь. Можно было взять про любовь восьмиклассницу и сравнить с ней лет-то, если тебе будет грустно. Хотя, если тебе будет грустно, не совсем только про любовь. Это, типа, общий настрой, если будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Но сыграно и спето просто идеально. А то, что сыграно и спето идеально, это всегда круто. Хоть про что бы песня ни была. Скажем так, если играть Цоя и петь, мы про музыкальные, да, каналы, где люди учатся. Вот, то ты не научишься петь многие ходы. То есть, скажем так, у Цоя все достаточно просто по вокалу. И если ты захочешь петь что-то еще, тебе придется все-таки учиться. И брать еще какие-то песни, потому что Цоя, он разговорно-разговорно-напорный такой. Да, поэтому рекомендуют начинать же с Цоя, потому что песни довольно простые. И низко поются. И низко. Это девчонкам тяжело, потому что это низко, да? Да. Нелетно исполнять парням тяжелее, потому что он сам нарочно еще задирает вот эту тональность, которой сам... Просто я пока не понял, нахрен его вообще исполнять. Это не вырезай, это не вырезай. Не вырезай, но запросы, есть запросы людей. Да, понял. Давай вторую песню. Да. Грустная песня. Кто поет? Камбулат. Такой новый артист. Так. Автор песен. Ну, он тоже пишет лирику, грустные песни. Это песня Томас Шелби. Я останусь сам гонить, я не стану другим, не важно сколько мне лет, пойми. Внутри я погиб, перепутали пути с тобой, родная. Внутри меня идет война, фая, фая. Пойми, что мы с тобой в эпицентре войны, вместе, но одни. Над твоей головой удуло пистолета. Сегодня есть я, завтра нет. Я как то ваншел бы, пусть так и шел бы. И пусть меня никто не нашел бы. Клянусь мне давливать на твои слова, сам по себе, сам за себя. Это хорошая песня. Нравится. Это песня хорошая, да. Эта песня имеет все, что мне, допустим, надо от песни. Она имеет красивую мелодию, она имеет состояние, она имеет смысл. Но она наполнена авторским чувством, понимаешь? Да, и эта песня создана под впечатлением от сериала «Острые козырьки», где главный герой Томас Шелби, он этот образ в песне и передал. То, что он такой странник, одиночка. Здесь есть настоящая искренность исполнителя. То есть, он писал, он вдохновился просто фильмом, но дальше видно, что у него был некий поток, ну, такой, знаешь, необходимость написания песни. Когда тебя рвет, и ты такой записываешь, как что-то важное. Это чувствуется в каждой строчке. Можно немножечко докопаться до гармонии. То есть, как бы три аккорда по кругу вот эти вот достали, да. Но если можно обойтись минимум, ну, тремя аккордами, я думаю, усложнять и не стоит в данном случае. Ну, здесь мне особо нечем крыть. Напишите вы, как... Да, забыл сказать. Друзья, напишите в комментариях, какая песня лучше и чем, а какая хуже. То есть, в сравнении не Летто и Цоя. Очень тяжелый выбор, да, как бы. Так, ты сыграл про одиночество, да? Называется песня. Хорошая песня. Я тогда тоже про вот само состояние одиночества. Попробуй спеть. Дождь, звонко и пеленой, наполнил небо майский дождь. Гром прогремел по крышам, распугал всех кошек. Гром я открыл окно, и веселый ветер разбитал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. Грянул майский гром, и веселье бурною, пенящей ее волной. Окатила ей вставай-ка, и попрыгай вслед со мной. Выходи во двор, и по лужам бегай, вплоть до самого утра. Посмотри, как носится смешная и святая детвора. Ну, то есть, тут не в основном словами прямо сказано про одиночество, а само состояние. Вот ты сидишь, один. Ну, мне понравилась песня, потому что у меня настроение сейчас такое. Не особо веселое, осеннее, да. И я понял, что песни подходят под твое настроение по-разному, да. В какой-то день тебе нравится такая песня, в другой день такая. В один день ей что-то веселое хочется послушать, в другой день ей грустное. А вот эту самую песню захочется, может, сегодня, а завтра уже, допустим, у тебя хорошее настроение будет, не захочешь ее петь. Такое тоже может быть. Ну, мне очень понравилось. Ну, а минус? Минусы, ну, если у меня был бы такой раж, кураж, ну, настроение на подъеме, я бы прыгать хотел, мне бы было скучно это слушать, я бы не дослушал и сказал бы, ну, что за дичь, и все. Здесь, что я вижу, да, с чем выигрывает у современного, то, что смысл опять глубже. Ну, то есть, получается, что прям такой настоящий, поэтически насыщенный, понимаешь? То есть, потом ширина поэта, то есть, сама личность Шевчука, который писал, то есть, вот, большой человек писал, понимаешь? Не мальчик, там, чуть-чуть влюбленный, а такая глыба. Кстати, Шевчук, когда пришел на интервью, это оставь, вот, и он пришел к Дудю, и я думаю, ну, сейчас молодежь захейтит его, а он себе взял следующую волну любви. Он пришел к молодой аудитории, и все до единого написали, вау, типа, что это, вот это. Ты видел интервью Шевчука у Дудя? Не смотрел. Ребят, посмотрите, и вы Шевчука просто влюбитесь, вы молодые ребята, и ни одного гневного комментария, все просто вот облились любовью. Это просто масштаб сердца у человека, понимаешь? И вот он пишет тексты, потому что ему дано. Вот, я сейчас дам выстрел прям конкретный к современную музыку. Сегодня люди научились писать музыку технически. Они освоили лоджик, биты, скачивают это. Старые группы, которые вылезли, ну, которые все-таки стали культовыми, все, они писали музыку, потому что личности, которые ее создавали, не могли без этого. Это было частью выражения их мира, понимаешь? И они не писали, потому что так, надо написать новую песенку. Сегодня в тренде вот такой звук, сейчас мы его забубеним. Он просто шел домой, и его рвало от желания передать свои эмоции. И как бы, наверное, вот это, чего мне, допустим, не хватает в современной музыке. Я хочу услышать честность. Кстати, я слышу эту честность в современных, в Оксимироне. Я слышу эту честность в Noisem C, если его брать как современного. Он, скорее всего, уже больше old. Средний такой. И я слышу эту честность в Макси Корже. Стиль у него совсем такой молодежный, хотя последние песни такие больше. Но он честный. А основная сегодняшняя современная индустрия – это деньги. А деньги – это ветер. Ну, хочешь сказать, то есть, человеку надо чем-то заниматься, и он решает идти в музыку, потому что там, типа… Ну да, либо зубы протезировать, либо музыку. Так, ну, музыку, там, врача учиться 6 лет, потом… Так, а музыку, ну, так, что там на Ютубе уроки, лоджика, хорошо. Медийность, да, популярность, деньги, реклама. Да, да, да. То есть, не призвание, а деньги, понимаешь? И это достало. Медлячок, чтобы ты запакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыгрался наша школа. Сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла, и сразу понял я. И губит он мне в сердце не стрелою, дала пулью, сказал наш классный. Детка, знакомьтесь с Юлей, и вот я словно темп летусь за Юлей. Амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит Юля. Любит не меня, ведь в мечтах на твоих умения с Юлей. Одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купить цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а подружку с одноклассника. И ударились об землю небеса. И тогда я написал, Юля. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталатливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот в 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Первое. Любишь ты Алешку больше, чем меня. Алешка. Ну, то есть, вот эта тема обсосанная уже. Во-вторых, у Басты есть прикольные темы. Вот. Но эта песня конкретная конъюнктурщина. То есть, ой, я знаю сейчас любители вот прям вот этой вот соплей этих всех на меня наедут как бы. Вот. Но это прям, знаешь, песня вот. То есть, когда под заказ пишется песня. Знаешь, прям вот так. Что там? Юбилей. У Андрюши юбилей. Давайте поздравим. Вот примерно такой смысл. Не глубже. Ну, лично для меня. Что касается рэпа в ней. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть, как бы квадратный, типичный попсовый рэп. Это не рэп. То есть, рэп это когда игра рифмами. То есть, есть какие-то ходы, да? То есть, там, лимбийский, что угодно включено. Ну, лимбийский это рэп-кор. Здесь, ну, все круто. То есть, рэп, ну, чтобы даже бабушка поняла. Потому что это попса, она должна быть это. Что касается... Сейчас вы прямо в эфире услышите очень интересную штуку. Когда я услышал этот припев, я не знаю, где я вот это говно услышал, которое я сейчас включу. Вот. Но мне показалось, что это просто... Что это просто один в один мелодия. Ну, слушай. Я посвящаю медлячок, чтобы ты заплакал. Только здесь мажорная. Ну, как бы... Но у меня вот прямо полностью... Это Басков, когда я ехал... Я ехал в Питер на машине. И каким-то чудом на какой-то радиостанции. Вот этот... Вот, понимаешь, когда дословное... Дословное позорище. Я посвящаю. Эту песню можно исполнять. Для коммерческого использования. Если хочешь получить много просмотров... У тебя она много просмотров получила? Да, миллионы. Миллионы. В этом дело. Исполнять в смысле в кругу друзей или у костра для девчонок имеешь. Да, кстати, заходит. Вот она и есть. Если говорить про ее плюсы, у ней есть... Ну, то есть, если выбирать исполнить девчонку в ДДТ или Бас, то, конечно, выбираем эту... Есть места конъюнктурные конкретные. То есть, где ты в ситуации, когда она работает на выпускном. Она сделана для подростков. И когда у тебя в этот день выпускной, и медлячок, ты танцуешь на своем выпускной, она звучит. Я уверен, что это даже слезы, и тебе она показывается очень такой... Я думаю, что Баста выпускал эту песню именно для вот этой... Конъюнктурная песня, которая к искусству не имеет никакого отношения, но очень выверена стилистически для правильных ситуаций. Может, еще влияет на выбор репертуара возраст человека? Вот тебе уже скоро конкретно 39, через 2 дня, через день. Но если в концепте, чем ты взрослей, тем умнее. Да, ну, смотри, к любви прям серьезно там относятся, ну, эмоционально, так скажем, вот в этих подростковых возрастах, да? Да. Дальше ты уже затрагиваешь другие темы жизни. Дальше ты понимаешь, что все ясно. Ну, то есть, все понятно. Да, в жизни уже у тебя другие как бы всплывают. И приоритеты, и проблемы, и другие песни, соответственно, ты поешь. Ну, Соя я слушал, когда мне было 13 лет, и Соя слушаю сейчас. И дело не в том, что, типа, это то, что я слушал в молодости. Там дофига какого говна было в молодости, которая звучала из всех утюгов, которая все сдохла. Просто есть вечные вещи, понимаешь, такие как хорошая картина, да, мировая какая-то, как, там, не знаю, Терминатор 2, который можно 10 раз пересматривать. Ну, я шучу про... Ну, даже не шучу, кто-то смотрит по многу раз. Ну, то есть, Пушкин того, да, который входит в классику. И мне кажется, кстати, Цой Высоцкий, кто-то там еще из наших, получается, наших, нашей попсы в свое время, да, он вошел в классику. То есть, мне кажется, сейчас в школе изучают Цоя. Современная музыка есть хорошая? Есть. Ну, конечно, да. Я ее тоже люблю и тоже тогда разбираю. Да, появляются такие вещи. Но порой удивляемся, да, какая дичь там попадает в Чарт-ВК. Порой просто... Порой ты ее разбираешь. Ну, я не всю дичь беру, на самом деле. Я более-менее тоже... Я его все равно корректирую и подстраиваю под гитару. И под гитару она звучит более благородно, согласись, даже лучше, чем оригинал. Я считаю так. Если просмотры есть, значит, да, ты прав. Но они есть. Все, значит, ты прав. Значит, есть публика. Ну, у меня к тебе вопрос был, окей. Давай, давай. Есть ли такая песня про любовь, которую ты не считаешь соплями и можешь исполнить сейчас? Из олдовых песен на что-нибудь про любовь и то, что ты не считаешь, как басный медвячок. Тогда я должен что-то из прям олдового, да, так спеть про любовь, как бы. Ну, да. Ну, вот олдовое... Есть один такой минус. В основном, конечно, если про любовь, то там в таком миноре, знаешь, в каком-то страдании, грусти. Я попробую, тогда возьму уже не что-то такое веселенькое, а в стиле тех времен. Я пытался уйти от любви, Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал Кожаные лемни, стянувшие слабую грудь. Но я хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой, Я хочу быть с тобой, я буду с тобой. Твое имя давно стало другим Глаза навсегда потеряли свой цвет Пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет Пожарный выдал мне справку, что дом мой заряд Но я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой Я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой Я буду с тобой В комнате с белым потолком, с правом на надежду, в комнате с видом на огне, с верою в любовь. Это как бы тоже про потерянную любовь, видишь? Но в таком как бы серьезном формате, он ее по-настоящему потерял и рвется. Ну как бы, знаешь, не сопельки типа там, типа там, ай-яй-яй, плохо мне, а как бы типа, блин, ну серьезная проблема как бы. Ну вот тут он прямо суицидальный, да? Суицидальный. Здесь многие люди, особенно приближенные к религии, они прямо, знаешь, сторонятся, такие типа, вау, там. За такие песни в свое время это же был тоже протест, рок и так далее. И многие высказывали, что это черная музыка от дьявола, там, знаешь, типа, вот такие многие вещи. Ну на самом деле выгодно-выгодно уметь и то, и это играть, и мешать. Потому что невозможно, если человек 10 раз поет такие песни, то зрителям надоест. Абсолютно. И надо мешать, и что-то, и современного играть, и такое играть, и тогда ты будешь просто идеальный. Вот это, вот это самый, это вывод буквально на два наших канала. Когда я на своем канале пою что-то современное, но я выбираю как бы не совсем попсовое, но такое современное, как Макса Коржа, там, все. Мне часто пишут, что Рома, ты должен был бороться со злом, ты к нему примкнул. На что я говорю, что нет, современная музыка многое, качественная, фирмовая и прикольная. Вот, но в то же время, если как бы ты знаешь классику, вот эту глубину, то ты можешь развиваться, наверное, даже все-таки духовно. Эти песни, они видишь, больше насыщают тебя вот как какой-то глубиной, смыслом. Они не про ситуацию, а про тебя в жизни. Вот такой у нас не батл какой-то добрый, да, получился, или что? Хорошо, песня группы Грибы, как она звучала? Между нами Таинтлер. Ты ее давно играл? Ну да, в 2016. А почему сегодня не играешь? Ну, все уже. Вот, вот именно, вот как бы вот этого не хватает. То есть, когда делают современно, качественно, но и на века. Ты сегодня во всех паузах, он играл песни мировые, великие, колплей, он играл там западные песни, которые там хрен знает каких 60-х годов, кусочки там и все. То есть, те песни, которые написались когда-то давно, но сегодня они звучат. То есть, это, то есть, они должны быть современные, но такие крутые, чтобы остаться на потом, когда люди будут слушать и думать, блин, были классные песни. Такие песни на века выходят редко, но в год там их бывает несколько песен, да? Потому что это сложно сделать, чтобы вот он и попал, так сказать, в душу современного человека, и он остался как бы классическим, не надоел, и его еще слушали сквозь года. Такие песни, конечно, выходят реже, поэтому больше говна, и среди них там алмазики появляются. Все остальное коммерция. Но мы же приводим сейчас, к примеру, все старые песни, которые вышли уже когда-то, там, 20-30 лет назад. И они уже алмазики. Почему молодцы современные исполнители? Потому что они это делают часто, они это делают через месяц. Треки выходят. А ты подойди к какому-нибудь старому рокеру и скажи, где твои треки? Когда ты последний раз выпускал? Согласен. А кто-то там целыми днями, а кто-то на сцене вместо себя скажет. Где треки? Согласен. И еще могу сказать в защиту современных, что они смогли послать, то есть это на самом деле тоже хорошее качество современного именно артиста, уметь послать стариков. То есть человек, который на чем-то вырос, он, как правило, не может долго, ну как сказать, быть непохожим на то, на чем вырос. И это мешает. И как ни странно, те, которые сегодня популярны люди, вот именно, если брать артистов, то они, как правило, просто либо пропустили какой-то этап, знаешь, либо не слушали культовые песни. И все, и потом вдруг рождают что-то новое, то, чего не было, а потому что все слушали, и у всех есть шаблон в голове, понимаешь? И то есть это плюс, то есть они могут, человек, не слушающий старую музыку, он может создать что-то новое, потому что он не привязан к старым шаблонам. Все, ну а на этом подведем итоги, ребята, точнее вы подведете итоги, в комментариях напишите, какая песня понравилась больше с первого раунда, второго раунда, третьего раунда. Сегодня я был в гостях у Романа, очень уютное место. Также мы записали видео на мой канал, ссылочка в описании будет. Гитара с нуля, вот, очень приятно проводить время, спасибо, что приехал, но в данной ситуации мы на твоем канале, поэтому спасибо всем, что смотрели нас и меня у вас. Всем пока. Пока.